Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой Беловой. Обоих подозревают в совершении военных преступлений на оккупированных территориях Украины. Реакция внешнеполитического ведомства России не заставила себя долго ждать. Сегодня, 17 марта 2023 года, Вторая палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух человек в контексте ситуации на Украине. Владимира Путина, президента Российской Федерации, и Марии Львовой Беловой, уполномоченной по правам ребенка за предполагаемые военные преступления, связанные с незаконной депортацией детей с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию. Путину и Львовой Беловой вменяют насильственную депортацию перемещения населения, в частности, детей из Украины. Международное право может расценивать это как геноцид. Официальный представитель российского МИДа напомнила, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и не несет по нему обязательств. Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. Поэтому с данным органом Россия, повторяю, не сотрудничает. А, возможно, какие-то рецепты на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными. Киев и Международные правозащитные организации ранее обвинили Москву в переселении украинских детей из детских домов в зоне конфликта в Россию, передачи их в приемные семьи, даже если у них есть семьи в Украине. Международный уголовный суд занимается преследованием лиц, ответственных за геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Он может возбуждать дела по представлению Совбеза ООН, но не входит в структуры ООН. По 63-й статье Римского статута Международного уголовного суда за очный судебный процесс невозможен. До Путина этот суд выдавал ордер на арест действующего президента Судана Амараль Башира в 2008 году. Его задержали после отстранения от власти, обещали выдать в 2020-м, но этого до сих пор не сделано.